любителям секонд хэнда доброе утро всем привет друзья ну что я отдохнула ночь вчера поздно вечером смонтировала ролик выложила его на канал и второй день я снова вся в работе у меня сегодня по плану двухнедельные хуманы сейчас я приехала в элгу темс если что-то увижу вам обязательно покажу надеюсь что-то померить ну и возможно купить хотя уже вещей столько что пора расслабляться ну вот потом я собираюсь у меня вчера планах было заехать пятинедельную хуману на агенщики агенсканских соснах я уже не успела и вот и по дороге здесь пару остановок назад этот секонд так что я собираюсь в него заехать потом бри вебас потом в этим гравис в общем опять у нас сегодня с вами я думаю будет насыщенный день довольно сильный дождь я в дождевике он у меня кстати уже промок ну пока еще ничего на улице 12 градусов достаточно прохладно но я все равно легко наделась чтобы есть в магазине жарко и душно чтобы снять дождевик и остаться ну чтобы не было жарко в общем ой как хорошо людей немного отлично и а и 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 вот типа знаете как луи виттон да здесь расцветка а тут какие-то непонятные узоры чем какой-то палантин непонятный застал зато состав пашмина и шелк и вот здесь вы видели да я вам показала тоже шелк и вискоза красивая воск от массе мудрите смотрите какая интересная маленький размерчик даже не знаю что это жакет или это блузка скорее всего блузка очень дорогой йозеф йозеф рыбков дорогой бренд и кстати блузка красивая довольно интересная ветровка или даже я не знаю что это ветровка наверно нет довольно интересно есть капюшон длинная знаете довольно интересное изделие и вот опять таки я не знаю что это спортивная куртка с капюшоном то есть она мне маловато все-таки за 4 евро можно было ее конечно рассмотреть для покупки с этими брюками рукав длинноват но это не страшно можно было подвернуть так она достаточно плотная ткань но не во первых груди жмёт и в бедрах конечно можно так не критично но все равно мне хочется чтобы это было здесь просторнее когда это можно было вы знаете как вот сейчас летом когда прохладно накинула ее классная такая знаете куртка реально и также нашла от и чем дым на мой размер пальто а то летние выглядит как лен чем-то потом посмотрим состав не смотрела еще размеру очень хорошо длина хороша но мне ну не нужно потому что у меня есть тренча купила винташки как вы помните плащ купила и летнее пальто мне нужно длина рукава хорошо вот мне просто интересно состав посмотреть и конечно же как мне нравится вырез то есть здесь очень этот вырез без ворота очень хорошо обыгрывается палантинами 50 размер нет льна здесь нет хлопок и полиэстер ну что ничего я не купила магазине и мы с вами приехали богинсканские сосны здесь пятинедельная хумана дождик не прекращается и меня уже хоть и дождевик но промок и я уже знаете как-то под замерзла ну ладно будем терпеть главное такой дождик знаете крупные капли в общем в общем не везет мне сегодня а а а а а а а а а в эксклюзиве нашла очень красивые брюки такие знаете просторные на резинке большого размера 10 евро и вот этот хороший бренд и кожаный плащ 45 евро и такая курточка манго 29 евро больших размеров нашла хорошие брючки 8 евро потом посмотрю по составу выглядит как лен 48 размер на резинке стопроцентный лен и от h&m тоже льняные сейчас посмотрим состав до стопроцентный лен этим небо хорошо были по размеру 7 евро и длина хорошая хотя не длиноватый в общем штанишки супер и Спасибо. Спасибо. Нашла блузон в больших размерах. Ну, мне он такой, знаете, как платье короткое, которое нужно носить с брюками. Понравилось то, что яркое, воротник-стойка, рукав три четверти, но можно, видите, его поднять. Карманы по размеру хорошо. Есть погонщики. И с этими брюками тоже хорошо. Ну, я так думаю. 7 евро. Платье тоже в больших размерах нашла. Но оно такое, знаете, если бы оно было подлиннее, тогда, может быть, выглядела бы на мой возраст неплохо. Мне грудь жмет. Все равно. Отрезное. Ну, и вот здесь так. Карманов нет. Желтый цвет, вы знаете, меня сейчас на желтый цвет. На желтый цвет меня сейчас просто... Ну, вы поняли. Сто процентная катона выглядела как лен. Я сначала подумала, что это платье. Но теперь я понимаю, что это, наверное, такая, знаете, как накидка на пляж. Собственно говоря, вот она длинная. Можно по пляжу гулять, чтобы не загорать, закрывать. Так очень легенькая, тоненькая. Здесь какие-то шнурки. Ну, в общем, вот. Это линдекс. 8 евро. Тоже в больших размерах нашла. Ну что, тоже без покупок. Ничего не купила. В общем, сейчас едем с вами дальше. Уже здесь сяду на 21 автобус. И поедем в двухнедельную Хуману на Бревибас. А на улице все дождь. Вот так. Немножко подождала дольше. 21-й пришел, но он был настолько полный, что я решила, что я поеду на 12-м троллейбусе. Он всегда пустой. Ну, практически всегда. Немножко дольше ехать, но зато спокойно. Торопиться некуда. Второй день. Все равно уже, что самое лучшее, возможно, уже вчера вы купили. Так что, ладно. Едем с вами дальше. For second hand. На польских ладах. Поднимать себе настроение. 2-й. Продолжение следует... Продолжение следует... Нашла интересное платье. Хочу вам его показать. Диана Форн Тратата Котон. Красивое. Это очень хороший бренд. И достаточно дорогой. И еще один сарафан. К сожалению, не моего размера. Я бы с удовольствием померила. Спортивного стиля. Очень классный. Уже второй день езжу по секундам. Как-то мало текстиля в этот раз. Что в двухнедельных, что в пятинедельных. А пододеяльников-то практически вообще нет. Зато, видите, достаточное количество купальников. Ну и конечно, когда я вижу вот этот бренд. Петер Халл, то всегда лезу смотреть состав. У этого бренда всегда великолепный состав. Ну и конечно, очень приятно Масима Дути найти. Тикос. Очередной раз. Поставила телефон, а он скользит. Стол скользит. Ну вот так. Тут у меня тарелочка стоит. Поставила телефон, а он скользит. Что хотела сказать. Я уже в Этима Грависе, в кафешке Александр. Которую я всегда захожу, когда в Этима Гравис приезжаю. Прошла сегодня я. Мы вместе с вами прошли сегодня. Один, два, три, четыре магазина. Из всех четырех магазинов я вышла. Вот так. Ноль. Я ничего не купила. Ну для себя-то ладно, знаете, как. А по работе я ничего не купила. Сейчас вот здесь, в Этима Грависе, по-моему, уже два, третий час пообедала. Пойдемте с вами сюда. Я тут довольно часто что-то мерю и, кстати, и покупаю. Еще хочу сегодня съездить. Это будет последний магазин в городе Риге, именно Хумана. Из всех Хуман рижских в Лилам, в Плявнике, в Талаву. Вот. Ну, конечно, бывает и так, что вот вчера, например, я домой приехала с двумя кульками, мешками. То есть, ну, нашла много что интересного для работы. А сегодня, видите, пустая. Ну и так тоже бывает. Пустые дни. Ну вот, ладно, все, пойдемте с вами в секонд-хенд. На голодный желудок, знаете, как-то, да еще, что вот мне очень не нравится, это то, что туалетов у нас в городе Риге очень мало. И поэтому я вдвойне радуюсь, когда я сюда приезжаю и прихожу в это кафе. Ладно, все, я опять больше двух минут болтаю. Все, идемте в секонд-хенд. Дождик идет, ну, уже такой, знаете, ну, мелкий. Такой крупный, как шел до этого момента. Уже перестал. Вы знаете, я минут 10 уже здесь. И у меня такое впечатление, что мне даже вам показать нечего. Представляете? Я в шоке. Думала, что, думала, что жакет мне будет хорошо. Но нет, плечи широкие, рука в длину хорошо, а вот здесь узко. И длина жакета тоже хорошая, конечно. Посмотрела, что вроде по размеру будет хорошо, но он у меня короткий. Здесь нормально. И я даже не заметила, что рукава... Не знаю, что здесь какая-то вышивка. Это так удивительно, знаете. На однотонном джемпере рукава как бы вышивка. Но цвет. Мне понравился цвет. Не знаю, чем меня этот джемпер зацепил. Но на вешалке он даже хуже выглядит, чем когда надет. Он такой, знаете, необычный. Тут как-то кусочек молнии. Двух цветов. Очень хороший рукав. По размеру хорошо, длина хороша. И даже с этими брюками, на мой взгляд, тоже хорошо. Производителей нет. Но судя по бирке, это что-то немецкое. И еще хочу вам показать, какая мне модель очень нравится. Эта куртка, знаете, она такая не кожаная. Мне очень нравится. Вот она комбинированная. Тут как байка внутри. А сверху типа куртки. Рукав резинка. Очень люблю такие модели спортивные. Мне кажется, они мне подходят. Но эта куртка, к сожалению, маловато. Но этот бренд очень молодежный. У нас есть магазин от этого производителя. Палантин. Блин, опять дефект. Я уже думала его купить. Дыри. И это стопроцентная шерсть. Очень красивый цвет. Какой-то у нас сегодня невеселый влог получается. Честно. Я вообще без ничего. Сколько проехали мы магазинов. Я вообще пустая. Без покупок. Ну ладно, раз уже решила все-таки доехать до последнего магазина. Так скажем, добить риски и магазины. То тогда мы с вами сейчас поедем еще съездим в Плявники. Ну и тогда уже все. Конечно, печально. И погода плохая. Ну как плохая. И погода такая слезливая. И настроение не очень веселое. Ну хоть, знаете, свежим воздухом подышали. Мы приехали уже в Плявники. Посмотрим, что-то найду, вам покажу. Какой-то сегодня невеселый день, если честно. Что-то я езжу, езжу и без толку. Да, ладно. Спасибо. Продолжение следует... Этот блузон я взяла в эксклюзиве. Я даже не знаю, это блузон, либо платье. Ну, я маленького роста, мне чуть ниже коленки. А вообще, наверное, это блузон. Короткий рукав. Рукав мне узкий. Маленький красивый воротничок и такой вот декоративный клапан. Очень красивый цвет. Чёрное льняное платье. Я не смогла застегнуть там дальше, потому что побоялась, что я не смогу расстегнуть. Оно на подкладке. Красивый вырез. И так вот туда дальше не смотрите, там штаны. Ниже коленки. И так вот тяжёлый материал. Грубый лён, тяжёлый материал, вот так сказать. Интересный комбинированный блузон. Как погоны, карманы. Они есть, они не декоративные. Карманы есть. На пуговицах. Нет ворота. Какой-то он странный, этот блузон, если честно. Но он такой необычный. К моим штанам очень даже подходят по цвету. Платье. Внизу резинка и джут. Есть карманы. Таким баллоном. Мне не нравится вырез. Довольно глубокий. Но мне нравится цвет. Короткий рукав. И можно носить как платье. Длинный блузон. Три четверти рукав. И мне понравился цвет. Воротничок стойка. И мне понравился цвет. Во-первых, что-то, знаете, такое измениное. И плюс еще к моим брюкам подходит по расцветке. Хорошо сочетается с брюками. Но здесь мне маловато. Очень необычная блузка. Тончайшая ткань. Тончайшая просто. По размеру мне неплохо. Она мне коротковата. А и в бедрах узковата. Но ее, знаете, на плечах вообще не чувствуется. Настолько она тонкая. И чем она необычна, это рисунком. Посмотрите, что нарисовано на блузке. Кардиган от Улла Попкин. Мне длинные рукава. Как-то здесь очень широко, так скажем. Да, ну вот тут затягивается. И можно завязать. А, ну то есть его можно вот так сделать и завязать. Ничего, прикольно. Рукав можно подвернуть. Ну вот я вроде бы все сделала, но все равно что-то не то. Как-то он сидит не так. Мне не нравится вот здесь, что очень широко. Но так, конечно, на крупную женщину. Очень даже хорошо. Сто процентный лен. Это, скорее всего, летнее пальто. Но мне оно, друзья, знаете, кого напомнило? Помните, были на складах работники? Кто ходил вот в таких халатах, очень похожих. Работал. Помните? Вот мне, знаете, вот так напоминает. Хотя по размеру хорошо. По цвету к штанам супер. Я подвернула рукав. Он длинноват. Ну вот такой вот летнее пальто. Вискоза и лен. Вискоза и лен. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...